Каждый год 22 июня мы вспоминаем день, когда началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в истории человечества. В Ленинском районе чтят память людей, которые прошли через это горе. И традиционно накануне Дня памяти и скорби на Аллее Славы города Видное происходит возложение цветов к мемориалу погибшим землякам. Подробности в нашем следующем сюжете. 73 года назад началась война, которая изменила жизни миллионов людей. Все происходило стремительно. Народ сначала даже и не понял, что происходит. Мужчины уходили на фронт, оставляя свои семьи на волю судьбы. Сегодня, когда все позади, участники тех событий вспоминают о том времени со слезами. Ветераны очень благодарны району, что каждый год накануне этой скорбной даты, начала войны, они имеют возможность почтить память погибших. Конечно, мы сегодня не можем не вспомнить 33 тысячи наших земляков. Что важно для нас, это сделать все возможное для того, чтобы оставшихся в живых фронтовики, а их осталось совсем немного, были под надежной защитой государства. Николай Кузовков родился в Орловской области за месяц до начала войны. Когда ему было полгода, деревню оккупировали немецкие войска. Два года они жили в оккупации. Как потом рассказывала ему мать, выжить почти было невозможно. Обращались с ними очень жестоко. Когда немцы отступали, они собрали всех женщин, стариков и детей и прикрывались человеческим щитом от наступлений Красной Армии. Старшие братья поймали лошадь с телегой и ночью мы сбежали от немцев. Когда вернулись, вся территория, по рассказам старших братьев, была усеяна трупами и танками сгоревшими. Воспитывать у молодежи чувство патриотизма – вот какую задачу перед собой ставят ветераны. В Ленинском районе существует много разнообразных занятий, куда приходят ветераны и рассказывают о действительных событиях, происходящих в годы войны, о тех, которые они сами пережили. Не обращаюсь к молодежи. Уважаемые, помните отцов и матерей, дедушек и бабушек, которые отдали свою жизнь за ваше будущее, за ваши счастливы. Будьте счастливы. Огромное спасибо за то, что мы сейчас живем в мирное время. Такие мероприятия – это не просто дань традициям. Это возможность среди повседневной суеты задуматься и еще раз вспомнить тот подвиг, который совершили наши предки ради мирного неба над головой. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ.